здравствуйте рада видеть вас на своем канале и сегодня у нас будет итоговое видео по работе пряное яблоко от марии искусницы последнем отчете я вам показывала мне оставалось совсем совсем чуть-чуть это вот надо было закончить это яблоко и на сегодняшний момент у меня работа полностью завершена яблочко я вышла и вот как выглядит моя работа вот так вот такая красота получилась необыкновенно мне нравится результат очень яркая сочная я даже не побоюсь этого слова вкусная работа получилась ну просто одно сплошное удовольствие было вышивать эту этот дизайн пользоваться этими ниточками а ниточки у нас здесь финка и конечно же удовольствие было созерцать такие яркие приятные цвета все-таки здорово подымает мне настроение именно сочетание вот таких вот красивых зеленых оттенков желтых лаймовых и так далее прекрасная прекрасная работа всем советую кто не боится вышивать работу с большим количеством бэкстича беритесь в этой серии есть еще и другие работы они такие довольно интерьерные поэтому можно повесить их будет и на стенку и сделать допустим подушку что собственно говоря я и собираюсь делать давайте я немножечко расскажу по техническим характеристикам если можно так выразиться может быть кто-то не видел мои предыдущие видео работа у нас должна была получиться 25 на 25 сантиметров я померила все тут у нас четко ткань не подсела но насколько я знаю что в наборе вот даже не знаю а написано что в наборе у нас линда от свайгард она вообще не садится очень хорошего качества конечно в отличие от линды от гаммы мулине финка игла перми но перминовские игла мне честно говоря не очень нравится и соответственно у нас здесь схема схема представлена вот в таком черно-белом варианте то есть она символьная я люблю такие схемы я знаю что многие не любят черно-белый вариант но вот честно говоря мне легко по нему работать как вы видите у меня схема не зачеркнуто потому что я вышивала по копии с тем расчетом чтобы может быть когда-то где-то эти элементы еще использовать на каких-то конечно же прикладных вещах ну потому что очень они аппетитные вышиваются очень быстро ну вот маленькие элементы там буквально за один-два дня можно закончить и допустим в подарок оформить как кому-то допустим прихватку какую-то или ну в общем все что угодно там опять же вот такие вот элементы у нас к новогодним сюжетом хорошо подходит можно где-то их использовать принципе значки нигде не повторялись схема хорошая очень четко и очень крупная мне нравится даже слишком крупная я такие не очень люблю но не буду к этому придираться тут как говорится на вкус и цвет любителей много бэкстич довольно неплохо сделан практически нигде он не перекрывает значки да где-то можно так было чуть-чуть догадаться но в принципе с ним проблем не было и очень конечно я советую если вы будете выполнять эту работу вышивать бэкстич сразу во первых у вас сразу будет вырисовываться элемент вам самим же будет приятнее во вторых конечно здесь довольно много цветов поэтому конечно же очень советую выполнять бэкстич сразу пока вы еще не забыли что у вас там и как было собственно говоря вся моя работа особо по ней по дизайну мне сказать нечего она вся перед вами единственное что у меня возникало два вопроса именно по этому дизайну это что такое вот этот фрукт юдзу и не помнила я не знала как называется вот эта лопаточка для меда лопаточка для меда или молоточек для меда или ложка для меда называется веретено специальное такая такое приспособление чтобы набирать мед из баночки и очень удобно им пользоваться это у нас довольно древнее устройство так что с этим никаких проблем не было мне даже и подсказали собственно говоря под видео под видео мне также подсказали что вот это вот фрукт юдзу это цитрусовый но конечно спасибо большое но в общем то да я сама уже поняла что это цитрусовый я немножечко спрашивала про другое я спрашивала вообще что это и с чем это едят оказалось я конечно погуглила было мне интересно я люблю узнавать какие-то подробности о дизайне юдзу да это цитрусовый родина юдзу ну как вы понимаете это ближайший родственник лимона мандарина апельсина и так далее родина юдзу или юзу китай но этот фрукт очень хорошо прижился в японии в японии его полюбили не только за вкусовые качества но и за красоту цветов и поэтому юдзу чаще всего называют японским лимоном так что вот такое интересное у него есть еще название и конечно же юдзу используют не только для любования прекрасными цветами но и в кулинарии очень богатый витамином c представитель цитрусовых по моему если я не ошибаюсь в нем больше всего этого витамина c и также у него своеобразный вкус он кислее чем лимон и лайм и у него очень терпкий аромат интересный с оттенками хвои и цветов и вот представьте какая будет красота если этот юдзу использовать в напитке пряное яблоко юдзу у нас в магазинах я честно говоря не видела довольно экзотичный для нас фрукт можно его заменить вполне лаймом или лимоном конечно же я вышивала этот дизайн если вот честно говоря вышивала я его в основном по выходным и при большом желании у меня надолго растянулся я честно говоря не помню когда я его начинал по моему начала его еще летом да сейчас уже считаете ноябрь месяц то есть долго долго вышивала но вышивала я его в основном по выходным по элементно то есть в одни выходные считайте один элемент поэтому меня так и растянулась но при желании вот при такой необходимости допустим сделать быстро кому-то подарок этот дизайн можно вышить очень быстро вот честное слово ну вот недели за две вот с головой хватит если особо им не увлекаться на самом деле можно и быстрее за неделю его вышить при хорошем конечно наличии времени но мне особо я никуда не торопилась наслаждалась да можно сказать я наслаждалась этим процессом давайте я покажу вам что у меня осталось по ниточкам не так осталось довольно много всех ниток хватило как я уже сказала нитки здесь финка 26 цветов и три планшетки да вот такие у меня еще планшетки то есть у меня старая комплектация вот вы видите да цветов довольно много ну вот цвета которых было мало их собственно говоря мало которых было много их так много и осталось то есть конечно еще на один отшив не хватит но конечно нитки я эти не выбрасываю как я уже сказала возможно я буду вышивать какие-то элементы на какие-то небольшие прикладушки цвета конечно замечательные очень вдохновляющие классные ну посмотрите как тут не порадоваться наверное мне надо было немножечко по-другому сделать надо было мне сначала заказать какой-то зимний напиток его вышить как раз он был к зиме мне был готов и радовал по меня зимой а этот можно было бы вышивать зимой уже к лету ну потому что как вы знаете да я планирую сделать сменные подушки с разными дизайнами из этой серии но ничего страшного может быть наоборот зимой меня будут радовать такие сочные цвета а летом я буду вспоминать о зиме вышивая какую-то другую подушку в общем ладно сама запуталась что вам говорите вы меня надеюсь поняли собственно говоря особо больше рассказывать об этом дизайне нечего единственное что что-то немножечко я вы видите не подрасчитала у меня с этой стороны вроде начинала сам интерес что с середины но с этой стороны ведь у меня такой большой кусок остался с этой стороны уже поменьше и к сожалению мне попал бракованная линда хорошо что вот этот брак находится вот здесь вот где-то с краю то есть он не будет задействован в оформлении вот вы видите здесь раз резана я даже не знаю то есть такие узелки какие-то в общем брак брак такой не очень приятный брак но все хорошо что хорошо кончается у меня в оформлении не попадает поэтому даже не буду на нем задерживаться но уверена что если бы этот брак у меня где-то был бы на середине вышивки вот здесь вот у нас в наборе присутствует гарантийный талон которым я могла бы описать дафа свою фамилию связаться с производителем и я уверен что мне бы помогли с этой проблемой справиться да скорее всего бы мне прислали бы новую ткань но почему-то вот у меня есть такая уверенность потому что все таки фирма марис косница у нас довольно солидная фирма она дорожит мнением своих покупателей вышивальщиц и я думаю что проблем бы здесь не было когда я буду оформлять эту работу я не знаю вот как руки дойдут так сразу конечно и оформлю потому что хочется мне наблюдать эту вещь уже естественно в готовом варианте да они в темноте в шкафу на моей вешалочки для отшитых для вышитых работ конечно сейчас в конце видео вас ждет слайд-шоу этой работы по элементно вы посмотрите как интересно цвета переходят один в другой к сожалению марис косница не указала имени дизайнера который разработал такой замечательный дизайн но большое большое спасибо за прекрасное за прекрасную разработку и принципе разработка очень удачная то есть здесь вот мне не хотелось менять ничего то есть каждый крестик на своем месте был все мои дорогие я с вами прощаюсь приглашаю вас на слайд-шоу а я была очень рада что вы зашли ко мне в гости до свидания увидимся в следующем видео а Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон Спасибо за просмотр!